Мы осуществляем надзор со представителями альтернативной жизни в границах Москвы. Вы чё, долбанные люди в чёрном? Весь фильм это такая городская легенда немножко, и мы пытаемся раскрыть тему там секретного метро 2, различных там тоннелей, переходов, и это, можно сказать, отдельный персонаж в фильме. И мы его тоже полностью создаем при помощи компьютерной графики. При этом у нас всё равно привязка ко всем реальным местам Москвы есть, и в этом плане будет зрителям интересно, потому что они узнают там у нас и гостиница Ленинградская, и Арбат, и там сам командный центр находится под станцией метро Таганская. Метро «Наша база» находится под землёй, и мы попадаем туда через метро. Я люблю очень архитектуру вообще, в принципе, архитектура, метро советская, имперский стиль мне очень нравится. Но здесь нужно было найти очень такое что-то такое среднее и современное, и с изголосками вообще нашего какого-то реализма, и мы создали такую очень сказочную базу. У нас здесь есть лаборатория, в которой специальный лаборант из серебра для левой пули, здесь делают всяческие ещё химические порошки из чеснока. Здесь есть у нас основной центр по управлению и слежению за тем, кто как передвигается, как ведет метро. За картой у нас будет платформа, где будет стоять некое депо спецпоездов, куда наши герои будут садиться и отправляться на свои задания. Один из наших объектов – это спецвагон отдела Н, на котором оперативники перемещаются по метрополитену на головокружительной скорости. Он замаскирован под обычный вагон метро, такой вот старый советский. Но на самом деле он турбо-гиперреактивный, может носиться по рельсам со скоростью 150 км в час. То есть внутри там был декорационный интерьер, а снаружи это была просто фанерка с саморезами, которые торчат наружу. И нам нужно было к вот этому нашему игровому интерьеру пристроить компьютерный экстерьер. Маленькая условность, которая была вызвана тем, что нужно было оператору там прятать лампочки, свои светительные приборы, поэтому декорация была построена выше, чем реальный вагон. И если бы мы построили вагон вот такой же, как он был в декорации снаружи, да, то он просто не влезал бы в тоннель. Поскольку у нас есть длинная-предлинная сцена драки в движущемся поезде, которая длится, по-моему, в фильме что-то около 8 минут, а поезд со скоростью 150 км в час, естественно, за эти 8 минут успевает доехать там от одного края Москвы до другого. Поэтому мы разработали специальный движок, который позволял нам процедурно генерировать туннель любой длины. Таким образом мы можем кататься в этом туннеле, который как бы строится перед поездом, а за поездом собирается, любое количество времени. Работа интересная. Адреналин бедрами. Ну это разводка какая-то. Вампиры, ведьмы, оборотни. Я вот не верю. Курьером круче, что ли? Порадуем гостей! ПОДПИШИСЬ!